Эффективное управление государственным долгом и финансовыми обязательствами – вот задачи нового агентства, созданного при азербайджанском Минфине. Учредить данную структуру распорядился президент Ильхам Алиев. Её деятельность уверенные эксперты положительно отразится на кредитном рейтинге Азербайджана, повысит инвестиционную привлекательность страны. Основная цель создания нового агентства – дальнейшее усовершенствование механизмов по управлению госдолгом. В 2018 году правительство уже приняло соответствующую стратегию. Создание агентства означает, конкретная работа в этом направлении началась. Его деятельность позволит сбалансировать государственный долг и улучшить экономические показатели. Если это произойдёт, позиция Азербайджана в международных рейтингах повысится. Иностранные инвесторы перед тем, как инвестировать в страну, безусловно, обращают внимание на экономические показатели, особенно на показатель государственного долга. При увеличении государственного долга нужно соблюдать нормативы и целевые ориентиры. То есть он должен соответствовать размерам и потенциалу национальной экономики, отмечают эксперты. Создание профильного агентства, уверены они, станет дополнительным механизмом стимулирования экономического роста. Необходимо иметь в виду, что с возникновением фиатных денег фактически долговая нагрузка на экономику и оптимизация управления долговым сегментом являются одним из тех составных элементов, на основе которых формируется и в целом денежно-кредитная политика, финансовая политика. Поэтому, на мой взгляд, формирование нового института, который бы специализировался непосредственно на управлении государственным долгом, является именно шагом в направлении оптимизации государственного управления финансами в целом и в том числе конкретно по составляющей, связанной с долговой политикой. Займется новое агентство, в частности, подсчетом финансовых обязательств государства по инициативам и проектам, обслуживанием госдолга и задолженности по госгарантии, а также в случае необходимости предоставлением срочной ликвидности банкам и другим финансовым организациям за счет государственных средств.